В преддверии выборов в Европарламент в Германии все чаще обсуждают безопасность европейского информационного поля. И на этой неделе, во вторник, я побывал на конференции по защите от дезинформации. Конференция по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ. В конце прошлого года Евросоюз уже начал так называемую войну против дезинформации. Это опять про фейк-ньюс, скажете вы. И да, и нет. Речь не идет о лживых новостях некоторых каналов и изданий, их-то как раз просто поймать за язык. Речь идет о том, как определенные группы в своих интересах меняют общественный дискурс. Где пользователи притворялись частью движения Black Lives Matter и писали очень российские посты против белых. Их профили в Фейсбуке, в Твиттере и на других платформах выглядели очень нереалистично. И таким образом им удалось опорочить движение Black Lives Matter и представить его радикальным. В итоге те, кто находится скорее в правой части политического спектра, хотят верить в эти радикальные слухи. И те, кто еще был в процессе формирования своего отношения к Black Lives Matter, они видят радикальные правые мысли вроде «давайте убивать белых людей» и начинают считать, что это движение ужасно. И это становится причиной разделения в обществе. А кто же эти пользователи, которые намеренно стравливают людей друг с другом? Неужели пресловутые боты? Да, боты или sock puppets, более точный термин, который мы используем для описания живых людей. Боты — это скорее алгоритмы. Настоящим людям, как правило, платят. Их, конечно, используют для того, чтобы разделить дискурс и усилить поляризацию. Sockpuppet — дословно куклы из носка, марионетки по-нашему. Но им же должен кто-то руководить. Опираясь на результаты исследований, которые мы видели, можно сказать, что те кампании по дезинформации, что мы наблюдали в контексте выборов президента США, организованы различными российскими действующими лицами. Однако ученые все еще не до конца понимают, как устроены кампании по дезинформации и как им противостоять. Одновременно с этим эксперты едины во мнении, что у Германии и у Европы в целом достаточно иммунитета, чтобы противостоять провокаторам. Прежде всего, я хочу сказать, что у нас нет проблем с дезинформацией в Германии. Дайте мне доказательство, что у нас есть реальная проблема, что люди массово идут голосовать за АДГ, потому что имеет место вмешательство со стороны других стран или других групп внутри Германии. Конечно, это недопустимо в избирательных кампаниях, но на выборах всегда кто-то использует нечестные приемы. Вот скажи мне, американец, в чем сила?